Дешевые туфли номер один, давайте посмотрим. Итак, господа, сегодня я разрежу пополам две пары самых дешевых туфель, которые смог найти на Амазоне. Я предполагаю, что мы увидим, но давайте выясним. О, да! Дешевые туфли номер два. О, да! О, да! Что думаете, я взял эти половинки, склеил их вместе и получился новый стиль для обуви. У этого есть будущее, ладно, хватит на этом. Давайте глянем, что внутри. Как вы можете видеть, не так уж и много. Первое, что я заметил, как только начал разрезать эти туфли пополам, что вся пыль, которая сыпалась, была из пластика и резины, что подтверждает, что дешевые туфли состоят из дешевых материалов. Могу сказать, что не вся обувь, сделанная из резины и пластика, служит как резиновые галоши. Это не самое лучшее качество, так как ваша нога будет постоянно находиться в ловушке влажности. Туфли будут нагреваться, нога потеть, и это точно хорошим не кончится. Я заметил, что внутри производители постарались исправить положение и использовать немного материала и немного ткани. Понятна причина для чего, чтобы хоть немного влаги впитывалось в эту ткань, и ваша нога не оказалась в луже в какой-то момент. Могу сказать, что качество оставляет желать лучшего. Это все просто склеено между собой. Давайте посмотрим на подошву. Снаружи у нас обычная пластиковая резиновая подошва. Но вот чего я не мог предположить, меня это даже удивило. Посмотрите, какие пустоты внутри пятки. Это имеет смысл, потому что они будут тратить меньше материала, который они используют. Также это делает туфли немного легче. Возможно, с точки зрения дизайна, они думали, это будет лучше. Но на самом деле, это никак не делает туфли лучше. Не могу понять, если это картон тут внутри. Так что первый слой прямо сверху подошвы, вместо прослойки из пробки, они использовали картон. Что ж, думаю, он делает свою работу, ведь никто этого не видит. Далее у нас идет стелька. У нее нет супинатора. Все сделано из синтетического материала, поэтому нога будет потеть, и влага никуда не будет впитываться. Хочу заметить, что туфли полностью проклеены. Снаружи, внутри подошвы, все части, все детали. Я не вижу никаких швов, нет стежков или гвоздей. Все соединено цементным клеем. Это что можно видеть в большинстве дешевых туфель. Это экономит деньги, очень легко и гораздо быстрее производить. Но это точно не та пара обуви, которую вы захотите оставить больше, чем на один год. Как бы я могу понять, что некоторые из вас, ребята, хотят модные туфли, которые одноразовые. Но вот за что вы точно не заплатите в таких туфлях, так это за комфорт. Рассматривая область выше пятки, то мы видим некоторое укрепление. Не могу понять, из чего оно сделано, похоже на пластик. Эта белая линия вот тут. Укрепление используется для того, чтобы туфли не потеряли форму. Особенно, когда вы их надеваете без рожка. Но я не думаю, что это укрепление как-то спасает эти туфли. Что ж, резюме. То, что я увидел внутри этих туфель, меня нисколько не удивило. Они используют дешевые материалы. Все держится на клею, чтобы быстрее производить такие туфли. Так делается большинство дешевых туфель. У многих мужчин никогда и не было качественной обуви. Так что они даже не знают, на что обращать внимание. Поэтому я рекомендую, когда вы покупаете туфли, просто попробуйте надеть пару хороших туфель и обратите внимание на детали. Да, конечно, такие туфли стоят довольно дорого, но ничего. Всплакнете один разок, зато потом будете носить эту пару с гордостью. Ведь они не выйдут из моды. Со временем будут становиться только лучше. И прослужат вам очень долго. Итак, господа, на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Если вы впервые на Real Man Real Style, тогда смело подписывайтесь и становитесь честью нашего сообщества. И да, друзья, не забывайте проверять в описании к видео ссылки на другие полезные ресурсы. Приложения, подкасты, электронные книги. Все, что только возможно, есть на Real Man Real Style, чтобы вы стали той версией мужчины, которой вы хотите быть. На этом все, друзья. Берегите себя и до встречи в новом видео. И не покупайте дешевые туфли. Субтитры сделал DimaTorzok